МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовим и суп варим, и так на сковороде тушим. Все, она же полезная. Это для обмена крови и для сердечка, а мы уже старенькие. Таблетка для вашего здоровья. Селекционер Галена Химич признается, не любить эту культуру невозможно. 50 лет она занимается разработкой новых тыквенных сортов. О селекции знает все. Чтобы вывести один сорт, требуется не один год кропотливого труда. Отобрать материал для скрещивания, чтобы получить интересные вкусовые сочетания и не только. Чтобы вывести один сорт или гибрид получить, нам требуется 7-10 лет, для того, чтобы закрепить какой-то признак. Мы подбираем линии материнские, отцовские. Какая-то линия несет в себя сахаристость, какая-то лёжкость и так далее. Кто-то там цвет. Урожай плодов уже собран. Здесь находятся селекционные образцы. У них пока ещё нет названия, а есть вот такие вот номера. А вот это уже сорт. Над ним работали селекционеры целых 13 лет. Он называется юла. Чтобы правильно выбрать тыкву, нужно учесть несколько факторов. Например, овощ без плодоножки лучше не брать. Это рассадник инфекции. На кожуру тоже стоит обратить внимание. При нажатии легко прокалываться она не должна. Очень хорошо режется. Мягкая кора. Посмотрим, что здесь. Да, здесь совершенно другое состояние. Грецы однородные. Этого не видно. Режется очень хорошо. И что очень важно, вот эта сухая мизга. Из сочной мякости тыквы получаются интересные блюда. Светлана работает шеф-поваром уже 17 лет. И знает не один десяток рецептов из сладкого овоща. Супы, каши, запеканки, оладьи, пироги и многое другое. Все, что хотите. Как мы готовим мясо, как мы готовим картошку, так можно делать это все с тыквы. Пусть и до мантов, и до пирогов. Знаю, есть в Молдавии молдавское блюдо плаценты называется. Это их тоже желание некоторое время. Также с сахаром в слоем тесте, как пирожки делаются, запекаются в печи. Это очень вкусно. Бесподобно. Я люблю штрудель. Приготовим тыквенный штрудель вместе с шеф-поваром. Для этого нам понадобится нарезать тыкву на мелкие кубики. Добавляем молотую корицу и сахар. Даем немного постоять. Раскатываем тесто, слоеное, без дрожжевое. Чтобы сэкономить время, можно взять готовое. Первым слоем выкладываем молотые орехи. Затем тыквенную начинку заворачиваем и смазываем яйцом. Ставим на 180 градусов в разогретую духовку на 25 минут. Вкусно и полезно, а главное минимум манипуляции превращают тыкву в интересный десерт. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.